Постоянная комиссия по бюджету Законодательного собрания Севастополя решила создать рабочую группу по согласованию изменений в закон о контрольно-счетной палате. Напомним, в конце прошлого года инициированный депутатом Вячеславом Викторовичем Аксеновым закон о поправках не был подписан Сергеем Ивановичем Миняевым. В документе было сказано, что изменения расходных обязательств по государственным программам должны предоставляться на экспертизу в контрольно-счетную палату не менее чем за 15 дней до вынесения программы на заседание правительства. Губернатор Севастополя расценил данную поправку как прямое вмешательство Законодательного собрания в дела правительства. Добавим, что контрольно-счетная палата Законодательного собрания – постоянно действующий орган государственного надзора, позволяющий контролировать бюджетные средства и ценовую политику. Мы определяли срок, в который должен быть представлен документ. То, что контрольно-счетная палата должна эти документы проверять, это определено и федеральными законами, и нашим законом о контрольно-счетной палате, который подписал губернатор. Не было определено только в какой срок. В результате большинство документов в контрольно-счетную палату вообще не попадало. Практически ни в одном субъекте федерации нет закона, который бы указывал правительству, в какой срок ему нужно представить документы. Однако в других регионах исполнительная власть не имеет права выносить на рассмотрение изменения в госпрограммах без согласования с контрольно-счетной палатой. Там четко прописано, что никакая государственная программа не может быть вынесена на рассмотрение правительством, пока нет заключения департамента финансов, департамента экономики и контрольно-счетной палаты субъекта. Три органа. У нас в нашем положении написано, что должно быть заключение департамента экономики и департамента финансов. Контрольно-счетная палата вообще отсутствует. Документы о создании согласительной комиссии по преодолению губернаторского вета уже предоставлены в правительство Севастополя. В скором времени чиновники и депутаты сядут за стол переговоров, чтобы урегулировать создавшуюся правовую коллизию. Я надеюсь, что эта комиссия будет работать конструктивно и мы придем к такому варианту, который устроит правительство и позволит организовать процесс контроля, экспертизы государственных программ. Ведь не секрет, если вернуться к ситуации по существу, что низкое качество нашего бюджета в значительной мере определяется низким качеством тех самых программ, которые положены в основу бюджета.